На моем канале на обзорах побывало огромное количество интересных тропических видов муравьев, от никобаренсисов до экофил, благо моя лавочка в ВК мне в этом немного помогла, и знаете, кто-то возможно мечтал бы о такой коллекции, но увы не я. Все когда-либо присыщает человека, и тем интереснее, в перезапуске канала мне будет вернуться к истокам и почувствовать то, что чувствует обычный кипер, поймавший летом после лета матку. Итак, на обзоре сегодня не баян, а вечная классика. Тетрамориум Каспитум. Поехали. Начну с предыстории этой колонии. Она может показаться вам весьма интересной. В конце прошлого лета предложил мне один добрый человек бесплатно с десяток маток тетрамориумов. Мол, ну ему не нужно, и бери, собственно, я тебя отошлю. Я отказываться не стал, и тогда подумал, что применение им найду. Пришли они, конечно, в ужасных шприцах, что, собственно, не помешало им доехать в целости и сохранности, ну а что еще ждать от бесплатной посылки, и на том спасибо дареному коню в зубы не смотрят. Переселив их в пробирки и насыпав немного мака, я оставил их. И забыл. На шесть, мать его, месяцев. Ублюдок, мать-то, а ну иди сюда, говно собачье, а, решил ко мне лезть, ты? Вспомнив о них только в середине марта, я и не рассчитывал найти там хоть что-то живое, но в одной пробирке, где все еще была вода и крупинки мака, я нашел кипишующуюся небольшую, но все же колонию живых тетрамориумов. Тут вспоминаются слова Эдварда Уилсона, профессора зоологии Гарвардского университета и, по мнению многих, самого авторитетного мирмеколога в мире. Муравьи без труда пережили динозавров и, если что-то случится с нами, так же легко переживут и нас. Прибавив в уме что-то вроде ядерную зиму, они, походу, тоже переживут, я решил сделать из этой колонии визитную карточку своего канала, что будет появляться в моих видео в форме пасхалок, ну и заодно поднять империю Тетер, как некогда пытался это сделать с феями Алексей Булыгин. Земля тебе, Карибар и братишка. Но большие свершения нужно начинать с малого. Итак, я начну с того, что пересажу их таки в хороший инкубатор. Подготовив пробирки и мини-арену, коих, кстати, считаю идеальным форм-фактором инкубатора, я начал переселение. Процесс этот не из быстрых, ну да подождем. Сколько для меня пройдет, час или два дня, я и не знаю, но встретимся уже после их переезда. Ну вот, другое дело, муравьи на новом месте уже вроде как обосновались и смотрятся гораздо лучше. Дал им пару личинок знахаря, есть они его, правда, пока не стали, видимо осваиваются, ну, зная их характер, списывая все только на стресс. Эти малыши еще дадут мне прикурить, пока пусть подрастают. Честно, для меня это как будто я заново стал мирмекипером. Последний раз я так бегал за нашими простыми обычными тетрами, наверное, лет пять назад, будучи еще только начинающим искателем приключений. Эх, на меня сейчас нахлынули прям воспоминания. А знаете что? Раз уж на то пошло, давайте вместе поностальгируем, посмотрим, с чего все начиналось у Димона, первые мои творения. Надеюсь, вас это тоже улыбнет, как и меня. Переходите по ссылкам в аннотации в конце ролика или ищите первые мои видосы на канале, это не так сложно. Поверьте, это принесет вам массу позитивных эмоций, так же, как и при подготовке этого ролика принесло мне. Не забывайте про подписку и лайки, ссылки для помощи каналу, как всегда, в описании. С вами был Димон и Пумба, да пребудет с вами матка. Всем пока! Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Шевченко. И это очередной выпуск моего видеодневника о муравьях. Сразу извиняюсь за чириканье попугая, которые, возможно, будут, а не будут. И сегодня у нас обзор колонии... Ой, забыл название, извиняюсь.